И снова всем привет-привет! С вами Маруся и мы продолжаем озвучку фанфика ТХВ от автора Данаис Ватерлой. Ссылка на фанфик находится в описании под видео. Там же в описании под видео находится ссылка на мою страницу на Бусти, где почти 50 фанфиков моей озвучки, очень много в открытом доступе, так что проходите и наслаждайтесь. Не забывайте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать продолжение выхода новых глав. А также у меня будет к вам просьба, если у вас есть такая возможность, то включите VPN, прежде чем начнете прослушку этой главы. Ну а у нас на очереди глава седьмая, которая называется Proximity и поехали! Чонгук завис, споднята рукой возле номера ВИ, собираясь постучать, но в последний момент передумал. Решил дать ему еще поспать, разбудив после завтрака. Закажу ему что-то вкусное прямо в номер. По пути встречается с Юнгей, рассказывая про их ночное приключение. Ну а промечиво было гулять перед самым показом, да еще и ночью, бубнит под нос Юнгей. Но это вышло спонтанно. Мы встретились вчера в баре и решили пройтись. А этот итальяшка вылетел просто из ниоткуда. Чонгук машет руками, входя в ресторан. Он замирает на полусловии, глядя на красную макушку, сидящую у окна. А он что тут делает? Быстро преодолевает расстояние, борясь со злостью. Вот ведь настырный! Сказали же соблюдать постельный режим! — И вам доброго утречка! — Ви улыбается, намазывая круассан шоколадной пастой. — Ну зачем ты спустился? Врач же сказал! — возмущается Гук. — Да все в порядке. И нога тоже вполне себе ходит. Не кипятись! Спокойным голосом прерывает его Те. Чонгук раздумывает, что ответить, а Юнги садится за стол. — Мне продемонстрировать походку? — изогнув бровь, спрашивает Те Хён, не сводя глаз Чонгука. — Вот уж не надо! Вчерашнего дефиле хватило! Он садится рядом и смотрит перед собой, дергая ногой. — Но на показ ты не поедешь. — Поеду! Мы не можем подвести хобби! — спорит Те. — Твоя нога? Чонгук! Это моя нога, а не твоя! И если я сказал, что она в порядке, значит так оно и есть! Смотрит на Гука и кладет ему ладонь на бедро, отчего Чонгук невольно задерживает дыхание. — Будешь круассан? Ну и как ему это удается так резко гасить спор? Чон Чонгук привык к тому, что последнее слово всегда остается за ним, но с Те Хёном спорить почему-то хотелось меньше всего. После завтрака они направляются в номера, и Чонгук пристально следит за походкой Те Хёна. Тот и правда почти не хромает, спокойно шагая по отельному коридору. — Уверен, что справишься. — Мы можем все отменить, — снова начинает он. — Уверен. — Через сколько выезд? — переводит тему. — Через час. — Тогда встретимся в лобби? Тепло улыбается, доставая карточку. — Хорошо. — Закрыв дверь перед Чонгуком, Те прислоняется к дверному косяку и шумно выдыхает. — Кажется, зря я все это затеял. Но его упрямство берет вверх. Поэтому он, прихрамывая, добирается до кровати и укладывает травмированную ногу на подушку. Сраный велосипедист. После компресса со льдом становится немного легче. Он возвращает повязку на место и выходит из номера, стараясь не хромать. Придется сильно постараться, чтобы никто ничего не заметил. Может, и не нужны все эти жертвы, но Техен очень благодарен Чонгуку за то, что помог добиться такого успеха. Хотелось проявить профессионализм и не разочаровывать. Чонг Хасок уже ранним утром направился в центр модных показов, чтобы лично проконтролировать все приготовления. — На улицу Гатамалата, будьте добры, — командует Чонгук таксисту. Ему пришлось сесть вперед, хотя он хотел расположиться рядом с Ви, но Юнгий уже оперативно занял свое место рядом с Те. Таксист оказался на удивление разговорчивым. Болтая на скверном английском с ужасным итальянским акцентом, он пытался всю дорогу рассказывать о местных достопримечательностях, явно набивая себе цену. — Я ни черта не понимаю, что он говорит, — хохочет Техен. Такая же фигня. Прячет в кулаке улыбку Юнги. Чонгуку приходится хуже всех, потому что нужно хоть как-то поддерживать дурацкую беседу. Центр модных показов впечатляет всех троих своими масштабами и атмосферой. Просторные залы, оборудованные специальными площадками и огромными видеоэкранами, способны вместить огромное количество гостей. И Ви начинает нервничать, глядя на всю эту суету. Одно дело общаться в Сеуле и в близлежащих городах с людьми, которые близки тебе по менталитету, а другое — Европа. Если он упадет прямо на подиуме, то позора не избежать. Лодыжка нестерпимо ноет и пульсирует, но Тихен упорно старается не обращать внимания на боль. «Идемте, нам нужен пятнадцатый павильон», — глядя в телефон, говорит Чонгук. Уже издалека они слышат громкий голос Хобби, который строит своих мальчиков, ругая, на чем свет стоит. «Моя нервная система этого не выдержит», — стонет он, но когда видит парней, расцветает на глазах. «Ну, наконец-то, доставили мою драгоценность!» — сразу направляется Кви, целуя в щеки. «А мне уже можно начинать ревновать?» — смеется Гук. «Раньше я был у тебя в приоритете». «Чонгуки, ты всегда у меня в сердце», — перекидываясь на друга, Хосок тискает его в объятиях. «Хорошо, что взяли юнги. Завтра Ви уже не выйдет спокойно на улицу». Техёна хмурится, поджимая губы. «Конец свободе. Главное, дожить до конца показа». Хобби объясняет Те порядок его выходов. «Всего будет три. Открытие показа в середине и в самом конце». Расхаживая по павильону, поясняет он. «А вы чё тут вообще встали? Идите места занимайте! Ваши по левому краю первый ряд». Чонгук пропускает юнги и оглядывается напоследок на Техёна. Тот стоит, облокотившись на журнальный столик, и кивает ему, мол, всё хорошо, иди уже. А после того, как Чонгук скрывается из виду, Тей медленно опускается на стул, прикрывая глаза. «Ты меня слышишь, золотце?» – говорит Хобби. «Ты чё такой бледный?» «Кажется, у нас небольшая проблема», – тихо говорит Ви. «Или очень даже большая». И он рассказывает Хасоку про вчерашний инцидент, а потом показывает повязку на ноге. «Ты едрит, мадрит!» – присвистывает от увиденного и о задачи насмотрит на парня. «Я в любом случае открою показ, а дальше не знаю. Но очень постараюсь. Хобби Хён виновата, – говорит Те. – Прости меня». «Ну что ты такое говоришь?» – Хасок кладёт руки ему на плечи. «Если не готов, давай поищу замену, хотя это уже не будет так эпично. Нет, я выйду. Где мой первый наряд?» Сегодня четвёртый день после открытия недели моды. В первые три дня были показы самых известных мировых дизайнеров, а далее уже шли новички. Хасок приложил немало усилий, чтобы вписаться именно в четвёртый день, потому что остальные дни уже шли по убывающей, где гостей не так много и СМИ тоже. Ви был идеальной моделью, хобби, в который раз удивлялся, почему этот красавчик не подался в модельный бизнес ещё раньше. Когда он облачился в красный костюм с полупрозрачной рубашкой, открывающей идеальное тело, то дизайнер расплылся в широкой улыбке. «Ну просто великолепно!» – потирая ладони, говорит он. «Ты пока сиди и не вставай. Я уже послал Муна за льдом. Пока идёт подготовка, компресс не помешает», – хлопочет он. «Как туфли не давят?» «Да нет, даже великоваты слегка. Но это только на пользу, учитывая отёк. Спасибо». Техёну очень нравился Хасок. Он всегда искренне и по-доброму к нему относился, давал дельные советы и всегда готов был прийти на помощь. Невероятно талантливый и яркий человек, ради которого Ви готов был стерпеть любую боль, лишь бы всё прошло без проблем. Для хобби этот показ был первым и многое значил. Молодой дизайнер вложил всю душу в свою коллекцию, мечтая о мировой славе. «Потрясающий костюм, хобби!» Глядя на себя в зеркало, говорит Те. «Соглашусь, что красные волосы вписались сюда просто идеально». «А я тебе что говорил, мой огненный мальчик?» Хобби поправляет уложенные красные пряди волос и стряхивает сладко на невидимую пылинку. «Обезболивающе выпил?» «Да, две таблетки». «Отлично! Всё, я тебя покидаю, встретимся в закулисье». Хосок хлопает его по плечу, подбадривая, и чмокает в лоб. Вокруг сную другие модели, спешно надевая свои наряды. Лёгкий хаос светает не только в воздухе, но и в каждом уголке павильона. На удивление, волнение Техёна куда-то отступает. Он настраивается на нужную волну, ожидая старта. Буквально через несколько минут ассистент машет Ви. Он откладывает в сторону компресс со льдом и направляется за ним. Играет музыка, и хобби даёт последние наставления. «Главное, не смотри по сторонам, только вперёд, мой птенчик, только вперёд!» Он подталкивает его к выходу. «Порви их там, всех своим обаянием!» И Ви ловит свой звёздный час в модной столице. Он вступает по подиуму уверенно, слегка вальяжно, засунув одну руку в карман. Находит взглядом точку в конце помещения и цепляется за неё. Доходит до конца подиума, меняет несколько раз позы и также уверенно возвращается. Из-за музыки и прожекторов он не слышит голосов и не видит, где сидит Чунгук с Юнги. Но, может, это и к лучшему, а то только отвлекало бы. Нога пульсирует болью, но Тэ, стиснув зубы, возвращается за кулисы и улыбается Хобби. «Красавчик мой, ты был великолепен! Я даже заснял на телефон! Скину тебе, выложишь в инсту, как нога!» «В норме, спасибо. Пойду переодеваться». «Уверен?» — Хобби щурит глаза. «Точно». Следующий образ олицетворяет чёрного ворона. Однобортный приталенный сюртук, оторочен чёрными перьями, садится по фигуре идеально. На голову ему надевает чёрную резную корону. Тэ смотрится в зеркало и смеётся. «Бедные его подписчики с ума сойдут от такой красоты!» Ну и выдумщик же Хобби Хён. Во время второго выхода нога ноет ещё сильнее, но Тэ делает глубокий вдох и двигается вперёд. Пронзающая боль заставляет его замереть на месте прямо посреди подиума. Только не подавай виду. Ви дотрагивается двумя пальцами до короны, будто отдавая честь, и подмигивает оператору. Дальше двигается так же плавно, мечтая скорее скрыться в павильоне. Кажется, третий выход он не осилит. А сок куда-то пропал, поэтому Тэхён возвращается в павильон, позволяя ассистенту помочь переодеться. Наступать на ногу нестерпимо больно. Третий образ самый красивый. Белоснежный костюм, шёлковыми лоскутами струящийся вдоль тела. Красные волосы покрывают белый капюшон, расшитый камнями. «Я смогу, я смогу!» Хобби даёт наставление какому-то парню, когда видит хромающего Тэхёна. «Ты как?» – обеспокоенно интересуется. «Надеюсь, не стану падшим ангелом твоего дебюта», – пытается шутить Тэ. Музыка меняется, и он смотрит, как модели возвращаются с подиума, тут же исчезая в суетливом потоке. Его выход последний, что, безусловно, привлекает внимание. «Давай, Ви, твой выход!» Хосок улыбается, глядя на своё творение, и явно остаётся доволен результатом. «Ты уже сделал это дважды. Давай, Тэ, давай!» С каждым шагом острая боль пронзает ногу, не давая дышать. Но Ви соблазнительно улыбается, слегка облизывая губы, делает разворот и смотрит в камеру. Подносит два пальца к глазу, делает свой фирменный жест Ви, и слышит аплодисменты. Как он идёт обратно, помнится в тумане, потому что, завернув за угол, он что-то хочет сказать Хобби, но лишь беззвучно открывает рот, чувствуя, как темнота поглощает его целиком. «Откуда мне было знать, что у него такая боль?» — говорит Хосок. «Неужели я похож на монстра, который бы заставил его насильно ходить по подиуму?» «Я так и знал, что он нас всех обманул. Ну, какой же упрямец! Сил нет!» — возмущается Чунгук. Чунгук слушает их разговор сквозь шум в ушах. «Я что, вырубился?» — едва слышно спрашивает, пытаясь сесть. «Лежать!» — Чунгук мягко, но властно опускает его обратно на диван. «Обалделся всем! Ты видел свою ногу!» «Я упал прямо во время показа?» — пытается вспомнить событие, но мозг не слушается. «Нет, малыш, ты благополучно завершил показа, а потом свалился мне в руки!» — Хосок трогает его лоб. Тихен пытается пошевелить ногой, но ничего не чувствует. «Тебе поставили блокаду. И если бы ты, дурачина, сразу сказал, что чувствуешь такую адскую боль, но не хочешь подводить Хосока, мы бы что-нибудь придумали! Ну, к чему все эти жертвы? Не понимаю!» — не унимается Чунгук. «Прости, я не подумал!» — отворачиваясь к стене, шепчет Тихен. Чунгук резко умолкает, мысленно ругая себя за излишнюю эмоциональность. Тихен выглядит скверно, его бледная кожа покрыта мелкими бисеринками пота, а дыхание какое-то рваное. «Поедем уже в отель!» — после долгого молчания предлагает Гук. «Тебе нужен ужин и отдых!» Тихен молча кивает, все еще не глядя на него. В этот раз Чунгук добыл кресло-каталку и по-хозяйски вкатил ее в лифт. Юнги он отпустил. «Ты молчишь всю дорогу, Те!» — нарушая тишину, — говорит Чунгук. «Можешь сказать, чем дело?» Но Тихен игнорирует вопрос. Они добираются до номера, Гук жестом просит карточку и открывает дверь, закатывая кресло. «Спасибо, дальше я сам!» — холодно говорит Те. «Да что, блин, происходит!» — вскипает Гук. «Можно было не орать на меня, а просто сказать спасибо!» Чунгук замирает посреди комнаты, удивленно глядя на Те. Тот продолжает смотреть в сторону, сидя в кресле. Какой-то уставший, растерянный и обиженный. «Что?» — только и может выдавить Гук. «Слова благодарности тебе не знакомы или привык абсолютно все держать под контролем?» — нервно спрашивает Те. «Но при чем тут это?» — Чунгук убирает руки в бока, собираясь обороняться. «При том, что я из кожи вон лезу, чтобы быть идеальным твоим проектом, как и обещал с самого начала. И да, я облажался, не рассчитал собственных сил, но все же в итоге прошло хорошо!» — дрожащим голосом выкрикивает Ви. Чунгук опускает руки и нервно вздыхает. Этот парень снова будоражит всю его нервную систему, и неожиданно приходит осознание, что он отчасти прав. Подходит ближе и опускается на колени перед креслом. «Посмотри на меня, Те Хён». Он поворачивает голову и устал и смотрит на Гука. В его глазах сложно прочесть какие-либо эмоции, весь же мастер перевоплощений. «Да, я привык все контролировать. Уж прости, но должность генерального директора накладывает отпечаток. Но дело не в этом, Те. Ты заставил нас всех волноваться». «Ты переживаешь за свой успешный проект? Ну, конечно, вдруг бы я опозорился. Какой риск?» Язвит Те Хён, закатывая глаза. «Да что ты несешь? Я волновался не за проект, а за тебя. И мне не безразлично то, что с тобой происходит». Те Хён смотрит пристально и неожиданно для себя задает вопрос, который терзал его столько времени. «Почему ты поцеловал меня тогда? У меня в квартире?» Вдруг спрашивает Те. Чунгук шумно выдыхает остатки кислорода и запускает пальцы в волосы, разрывая зрительный контакт. Ему и самому себе страшно признаться в том, что Ким Те Хён занимает все его мысли ежедневно, но ответить на вопрос все же придется. Поднимает свои большие глаза и смотрит пристально. «Потому что я бесконечно влюблен в тебя, Ким Те Хён». Шесть месяцев назад пройтись по знакомой до боли улицы было хреновый затей. Он эту мысль гнал от себя с момента похорон, когда еще тетя с дядей не продали свой особняк. Можно было навестить их, но не хватало никаких сил переступить порог этого дома, где абсолютно все напоминало о брате. Те Хён идёт не спеша, оттягивая морально сложный момент. Ему будет очень сложно пережить внешние изменения дома, если его перестроили или перекрасили в другой цвет. И вдох облегчения вырывается из груди, когда он видит издалека белоснежные стены. Точно такой же. Те медленно поднимается по ступеням и складывает ладони лодочкой, заглядывая в окно. Он ничего такого не ждет, прекрасно понимая, что там, скорее всего, живет другая семья. Но невольно закрывает глаза, представляя тетю у плиты и приветливо машущего ему сак Джина. Ручейки слез прокладывают дорожки по щекам, капая завор от толстовки. — Как же я скучаю! — всхлипывает Те Хён, опускаясь на пол. — Как мне тебя не хватает, Джина! — выдирает тыльной стороной ладони щеки, громко шмыгая носом. — Знаешь, у меня сегодня нет силы идти на кладбище, прости, но я знаю, что ты меня слышишь. Он садится прямо на пол, опуская голову на согнутые колени. — Помнишь тот наш разговор, когда ты сказал, что у любви нет запретов, что каждый из нас имеет право на абсолютное счастье, потому что для счастья нужны двое, и неважно, какого они пола. — Мне кажется, я влюбляюсь в человека, быть с которым не совсем правильно. И я вижу, как он на меня смотрит, но пока не могу понять, искренен ли он или хочет меня использовать. Если бы ты был рядом, то уже давно разложил бы мне все по полочкам, раскусил бы его намерения. А я так удоверчивый, ты же знаешь. Как увидел его, до сих пор не могу ни о чем думать, Джин. Дай мне какой-нибудь знак, что одобряешь это. — Прошу. Тихен смотрит на Чунгука и понимает, что его слова никакая не шутка. Это самое настоящее признание в любви. И что-то доселе незнакомое заполняет его изнутри. Светлое, волшебное и невероятно теплое. Оно греет своими лучами, словно солнце. Трепещет, будто крылья сотен или даже тысячи бабочек. Не давая произнести ни слова. Этот строгий, серьезный человек стоит перед ним на коленях и говорит о любви. Он волновался не за проект, не за потерянную репутацию друга и материальные убытки. Нет же, его беспокоил сам Тихен, который так долго нуждался в заботе и любви, что уже забыл, каково это — любить и быть любимым. Просто так. Тэ делает усилие и пытается встать, на что Гук мгновенно реагирует, подскакивая с колен. Он опирается на здоровую ногу, хотя больную не чувствует, но старается беречь после недавней нагрузки. Хватается за рукав Чунгукова пиджака и смотрит в глаза. «Тот поцелуй не был ошибкой. Просто... просто я очень испугался», — тихо говорит он. «Знаю», — шепчет Чунгук и кладет ему руку на талию, поддерживая. В такой ситуации Тихену сложно совладать с эмоциями, поэтому он обращается за помощью к Ви, который гораздо более дерзкий и смелый. Он проводит языком по верхней губе и улыбается, а потом притягивает к себе лицо Чунгука, прикасаясь к таким соблазнительным губам. Он сам пугается собственной смелости, но ответная реакция Чунгука не заставляет себя долго ждать. Оторопевшись первой секунды, он берет инициативу на себя, находит его язык, переплетаясь со своим, и стонет ему в губы. Непонятно, как они преодолевают преграду в виде кресла-каталки, но благополучно приземляется на кровать, продолжая жадно целоваться. Гуг нависает на Те, усиливая напор. Ему кажется, если он сейчас не остановится, то просто взорвется от счастья, настолько нереальными ему кажется все происходящее. Нехотя отстраняется и прислоняется щекой к щеке, счастливо улыбаясь и восстанавливая сбивчивое дыхание. «Ты потрясающе целуешься», — шепчет Те Хён, и Гуг чувствует, как он улыбается. «Если захочешь, то я буду целовать тебя весь остаток ночи». Касаясь губами мочки уха, Чунгук скользит по нему кончиком языка, чувствуя мгновенную реакцию со стороны Те Хёна. Он сжимает пальцами его плечо и шумно вздыхает. «Прости». Гуг отодвигается, глядя на прекрасное лицо. Оно кажется ему нереальным в полумраке, будто нарисованное каким-то гениальным художником. «Тебе нужен отдых, а еще я обещал ужин». Через силу говорит он, чтобы не наброситься на Те снова. «Я бы поел простого рамена», — хихикает Те. «Пицца и паста мне не сильно импонируют». «Подождешь десять минут? Я скоро вернусь». Чунгук встает с кровати. «Только не говори, что привез его с собой!» Те Хён подпирает голову одной рукой, согнув локти. «Я всегда беру несколько пачек. Это удобно и напоминает о доме». Пожимая плечами, довольный Чунгук направляется в свой номер. «А ты пока переоденься». И пока заваривается лапша, Чунгук принимает наскоро душ и надевает комфортную одежду, скидывая, наконец, неудобный костюм. Ставит на поднос два бумажных контейнера и направляется в соседний номер. Скользит карточкой по замку, которую предусмотрительно захватил, чтобы не беспокоить Те, и осторожно входит в спальню. Те Хён стоит к нему спиной в одних пижамных штанах, а на обнаженной спине еще не высохли капельки воды. Чунгук замирает с подносом в руках, не осмеливаясь вести себя, как ни в чем не бывало. Несмотря на недавние поцелуи, неловкость момента обездвиживает и не дает здравомыслить. Ви поворачивается в полоборота и смотрит на него из-под огненной челки. И по взгляду Чунгук понимает, что рамен вполне может и подождать своего часа на журнальном столике. Гук так много думал о Те Хёне все эти месяцы, представляя его в своих эротических фантазиях, что сегодняшний вечер кажется каким-то нереальным миражом. Проведи рукой, и он растворится в воздухе, оставляя после себя лишь красный шлейф. Он кладет ладонь на его спину и касается губами плеча, осыпая влажную, пахнущую чем-то очень приятным кожу. Чунгук чувствует, как Те реагирует на его прикосновения, как стайки мурашек покрывают его руку и спину, как он задерживает дыхание, откидывая голову назад, подставляя шею под следующий поцелуй. И руки Чунгука оплетают его торс, целуя ключицу, накрывая губами пульсирующую сонную артерию, добираясь, наконец, до манящих и таких податливых губ. Те Хён разворачивается, запуская длинные пальцы в его густые волосы, перебирая их на затылке. Он страстно отвечает на поцелуй, прижимаясь плотнее, а потом и вовсе тянет за собой на кровать. Смотрит так пронзительно и соблазнительно, стягивая с него футболку и ахает удивленно, глядя на витиеватые узоры на плече и руке. С восхищением разглядывает их, поглаживая ладонью сверху вниз. «О, потрясающе!» — шепчет Те. Их тела слишком близко, чтобы не понять, как сильно накрыла обоих волна возбуждения. В свободных штанах это особенно очевидно, но Чунгук боится продолжать, пока не выяснит кое-что. «Те Хён?» — кусая губу, спрашивает он. «М?» Тот слегка распахивает глаза, фокусируясь на его лице. «А у тебя был секс с парнем?» — выдает он. Те Хён смущенно отводит взгляд и отрицательно мотает головой. «А вообще был?» — продолжает допытываться Чунгук. «Нет, Чунгук. Такой бриллиант я приберег для одного очаровательного ювелира». Смеется Те, слегка разряжая обстановку своей шуткой. Гук растягивает рот счастливой и довольной улыбки. Мало того, что он сейчас обнимает самого красивого парня на свете, так еще и не тронутого никем. Действительно бриллиант, который Чунгук уже никому не отдаст. «Ты точно с другой планеты!» «Хватит уже так глупо улыбаться, не смущай меня!» Те Хён слегка толкает его в грудь. «Я требую продолжения!» Он тянет его на себя. «Давай не будем спешить. Добавляет Чунгук, нежно касаясь пальцами его груди, и получает легкий кивок в ответ. Близость – это не всегда секс. Иногда можно провести всю ночь в объятиях любимого человека, отвечая на ласки и поцелуи, исследуя каждый миллиметр соблазнительного тела, наслаждаясь каждой секунды, проведенной вместе. Близость – это единение не тел, но душ. Близость – это то, после чего ты уже не можешь смотреть на человека, как раньше, потому что он становится невероятно родным и по-настоящему твоим». Глава восьмая. Новый этап Техиону доводилось спать в одной кровати только со своим братом. Да и то, когда они стали старше, Сак-Джин уже не позволял пробираться к нему под одеяло, потому что Те вечно прижимался во сне, по-хозяйски закидывая ногу на его бедро. А утренние проявления полового созревания никто не отменял. Поэтому этим поздним утром он не сразу понял, где находится и с кем, а когда сообразил, то счастливо улыбнулся и смело закинул ту самую ногу, тесно прижимаясь к теплой Ченгуковой спине. Те прислонился щекой к чуть выпирающей лопатке и прикрыл глаза, довольно жмурясь. Ченгук имел какой-то удивительный запах, описать который словами Техиону никак не удавалось. Он, словно дотошный парфюмер, пытался разложить на составляющий его личный аромат, но ничего не получалось. Уникальный во всем и только его. У них был еще целый свободный день, прежде чем они покинут модную столицу. Гук зашевелился, чувствуя прикосновения, открыл глаза. В голове тут же всплыли фантастически возбуждающие картинки прошедшей ночи, отчего приятно защекотало где-то внизу живота. Ченгук был по-настоящему поражен смелости и открытости Техиона, который утверждал, что у него совсем нет опыта в этом деле. Но он с такой страстью отвечал на ласки, с таким рвением желал сделать Ченгуку приятно, что тот пожалел лишь об одном – почему не признался ему раньше. – Доброе утро! – поворачиваясь на спину и сгребая в свои объятия Техиона, шепчет Ченгук, касаясь губами шелковистых огненных волос. – Доброе! – укладывая голову ему на грудь, говорит Те, гладит плоский подкачанный живот и слегка щекочет ногтями возле резинки от трусов, отчего Ченгук чувствует волны нарастающего возбуждения. Этой ночью они не дошли до самого главного, но прелюдия оказалась просто невероятной, именно такой, как и представлял себе Техион, наполненный нежностью, любовью и множеством поцелуев. – Кажется, холодный рамен не очень подойдет для завтрака, – смеется Гук, глядя на нетронутые контейнеры с лапшой. Они так увлеклись друг другом, что совсем забыли про ужин, но сейчас живот Те жалобно заурчал. – Давай сходим в ресторан для разнообразия, – предлагает Техион. – А нога? Хотя у нас есть кресло, – напоминает он, глядя на каталку рядом с кроватью. – Ну, я же не совсем инвалид, погоди! Он вылез из-под одеяла, спускаясь на мягкий бежевый ковролин и осторожно наступил на ногу. Боль чувствовалась, но не так сильно. – Думаю, если наложить обезболивающую мазь и повязку, то я вполне дойду до первого этажа, учитывая, что мы спускаемся на лифте. – Хорошо. Но если будет хоть малейший намек на боль, ты сразу скажешь мне, – предупреждает Гук. – Обещаю. Прохаживаясь по спальне, говорит Те. На нем лишь белые боксеры от Кельвин Кляйн, и смотрится он в них настолько сексуально, что Чингук невольно зависает, любуясь идеальным телом. Провожает взглядом удаляющегося в ванну комнату Те Хёна, задерживаясь на убругой заднице. Шумит вода, и он вновь выглядывает с зубной щеткой во рту, опираясь на дверную коробку. И вроде ничего такого он не делает, но Гук продолжает смотреть на него влюбленными глазами. Чтобы не затащить его в душ прямо сейчас, Чингук спешно одевается и направляется в свой номер, договорившись встретиться у лифта через 20 минут. Вид для него как наркотик, которым Чингук готов наслаждаться каждую секунду. Приходится сбегать в прямом смысле слова, чтобы перевести дух. Он заходит в номер и падает на кровать. Разглядывает резной потолочный плинтус, думая о том, что со вчерашнего дня его жизнь сделала нехилый такой вираж. После расставания с Ильоном и аварии он вообще не хотел думать про новые отношения, но любовь не спрашивает, когда ей постучаться в твое сердце. Она входит без спроса и прочно занимает там свое законное место, даже если ты пытаешься отрицать происходящее. Дэхён ворвался в его жизнь, словно ураган, сносящий на своем пути все выстроенные Чингуком преграды. Шансов ему противостоять просто не было. После того опрометчивого поцелуя Чингук покинул квартиру Тэ слишком спешно, сумбурно бормочая извинения. Никогда еще ему не было так неловко, никогда еще он так не злился на себя самого за столь импульсивный поступок. Пытался закрыть свои чувства под замок, старался отвлечься, даже делал пару попыток познакомиться на сайте знакомств. Но перед глазами все время возникал образ Тэхёна. Чингук тогда решил, что будет просто наслаждаться им со стороны, любоваться, словно музейным экспонатом, хотя это было самым настоящим мазохизмом. И в тот день, когда спустя полгода он вошел в его кабинет, ослепительно красивый и уверенный в себе, сердце вновь затрепыхалось, словно птичка в тесной клетке. Было невероятно трудно держать марку и вести себя отстраненно, и Чингук совсем не рассчитывал ни на что в этой поездке. Хотел просто быть рядом и наслаждаться обществом, всего-навсего любоваться вживую, а не с экрана телефона или ноутбука. И мог ли он предположить, что его самые смелые фантазии станут реальностью, что он будет всю ночь наслаждаться таким желанным телом, осыпая поцелуями и получая в ответ ничуть не меньшие ласки. Техион наносит обезболивающую мазь и придирчиво оглядывает ушиб. Гематома стала еще больше, но уже не так болит, что, несомненно, радует. Он плотно заматывает ногу, надевает белую рубашку и светлые джинсы и смотрится в зеркало. «Но красные волосы не так уж плохи». Открывает Инстаграм и листает новости. «Почти в каждом новостном паблике мелькают его фото с показа. Миллионы лайков и просмотров. Ты даже не видел себя со стороны, поэтому с интересом разглядывает снимки, особенно в белом наряде. Этот выход он помнил с трудом, но удивлен, что по его лицу не видно, каких мучений ему стоил этот проход. На него смотрит какой-то нереально сказочный персонаж, подмигивая одним глазом. «Да неужели это я?» – удивленно шепчет Тихен. От хобби Юнги несколько пропущенных звонков и входящих сообщений. Он спешно отвечает на них, глядя на часы. Пора выходить, а то паникер Гук прибежит к нему в номер. Они встречаются у лифта, и Чунгук по-хозяйски кладет руку на его талию, подталкивая к открывшимся дверям. Внутри стоит парочка в возрасте, они поворачиваются к ним спиной и лицом к зеркальным дверям, глядя друг на друга в отражении. «Мой, и только мой», говорит глазами Чунгук. «Убери руку с моей задницы», – намекает Те. Внизу и ждет Мин Юнги, внимательно глядя в наразительные перемены, произошедшие между Ви и его боссом. У них обоих на лбу бегущая строка, что этой ночью между ними что-то было. Телохранитель хмурится, не зная, как на это реагировать, и предпочитает делать вид, что так и нужно. «Добрый день. Там столько журналистов, что придется пройти в ресторан через кухню. Я уже договорился», – говорит он. «А хобби где?», – спрашивает Чунгук. «Отсыпается после вчерашнего фуршета», – хмыкает Мин. Чунгук продолжает придерживать одной рукой Ви, направляясь за Юнги, который уже изучил отель вдоль и поперек. «Взорвал-таки ты вчера, Милан», – с гордостью произносит Чунгук. «За сутки столько упоминаний, вся Европа на ушах от загадочной корейской модели по имени Ви». «Да я уже видел», – скромно говорит Те. «Конец свободе, эх». Они лавируют между кухонными островками под изумленные взгляды поваров и официантов, проходят кухню и попадают прямо в ресторан. Посетителей не так много, потому что сегодня в отеле день выселения. Основная масса туристов уже покинула здание утром, а новая партия еще не заселилась. Занято всего три столика. «Проходите за мной». Услужливый официант проводит их к окну, откуда открывается вид на оживленную улицу. «Сколько человек будет?» «Двое», – коротко говорит Гук. «Трое», – одновременно с ним отвечает Техен, поглядывая на Юнги. Чунгук сопит, ревностно поглядывая на телохранителя Мина, и нехотя кивает. Какое-то доселе неведомое чувство собственничества проснулось в нем. Не хотелось делить своего человека ни с кем другим. Техен садится ближе к стене и вдруг замечает на столе белую ветку гортензии в вазе. Он перестает дышать, вцепившись в край стола так сильно, что побелели костяшки пальцев. Слезы неумолимо катятся по щекам, капая на белоснежную скатерть. Чунгук поначалу не замечает происходящего Стэн, но, встретившись с обеспокоенным взглядом Юнги, поворачивается к Техену. — Эй, что случилось? — не на шутку встревоженный Чунгук заглядывает ему в глаза. Викорит себе за минутную слабость, вытирая слезы и улыбается. — Ничего, я уже в порядке, правда. Он накрывает пальцами ладонь Чунгука и шмыгает носом. — Спасибо, Джина. Спасибо, что дал мне этот знак. Про желание погулять по улочкам Милана и еще раз насладиться итальянской атмосферой пришлось быстренько забыть, но Чунгук предложил прогулку на яхте Лигурийского моря. Они разбудили умирающего от похмелья хобби и дали ему час на сборы. Не хотелось терять последний день и торчать остаток поездки в отеле. Журналистов стало чуть меньше, но самые настырные еще поджидали внизу. И когда Ви вышел из парадного выхода, пытаясь быстро преодолеть расстояние и юркнуть в арендованный автомобиль, затворы фотоаппаратов защелкали с неумолимой скоростью. — Куда вы направляетесь? Как вам Милан, господин Ви? Вы продолжите карьеру модели? Правда, что вы потеряли сознание сразу показа? После последнего вопроса Техион вдруг останавливается и смотрит на малюненькую журналистку с пышными формами. Нужно срочно развеять эти слухи. Да, невозможно было устоять от ослепительной коллекции Чонха Сока. Она сразила меня на повал. Он прикладывает ладонь ко лбу и прикрывает том на глаза, слегка заваливаясь на Чунгука, который прыскает от смеха в кулак, поражаясь находчивость ТВ. Репортеры перекидываются на вышедшего следом молодого дизайнера, окружают его, словно голодные коршуны, а он лишь старательно прячет следы похмеля за очками и широкополой шляпой. Юнги расталкивает особо наглых и мягко направляет хобби к автомобилю, убедившись, что все трое заняли свои места садиться вперед. Нужно будет завтра попросить подать машину у черного входа, рассуждает Юнги. Правда, в аэропорту, пока будем идти до веб-зала, могут возникнуть сложности. Ох, Юнги, чтобы мы без тебя делали, и стонет Хасок. Моя голова, словно ядерная боеголовка, готова взорваться в любую секунду. Кому-то нужно похмелиться, смеется Гук. А на этой яхте предусмотрено холодное пиво, уточняет хобби, используя шляпу в качестве веера. И не только. Твои любимые устрицы и мой Эд тоже входят в список, отвечает Чунгук, поглаживая коленку Ви, что не укрывается от цепкого взгляда дизайнера. «Обожаю тебя, мой сладкий персик», радостно говорит хобби. Яхта, рассекающая волны Лигурийского моря, впечатлила даже видавшего много роскоши Чунгука. Это было идеальным местом для отдыха. Ленивые волны, морской бриз и голубое небо с ласковым солнцем. Побыть вместе с Техеном вдали от городского шума, суеты и репортеров было прекрасным решением. В их распоряжении был личный повар, капитан и стюарт. На верхней палубе была зона отдыха с лежаками и теневая зона с обеденным столом, накрытым на пять персон. «О, мы еще кого-то ожидаем?» – удивился хобби. «Да, сейчас сделаем остановку и к нам присоединится Рэм», поясняет Чунгук, усаживаясь рядом с Те. «Давно хотел познакомиться с Намджуном», – радуется Хосок. «Ну как же кайфово!» Отпивая большой глоток прохладного шампанского, он жмурит глаза от удовольствия. Те Хён скромно молчит, разглядывая итальянские пейсажи на берегу, которые они проплывают. Особняки и отели, расположенные вдоль всего побережья Лигурии, один краше другого. Те никогда не бывал в Европе. Семейство Кимов часто брали его в поездки, зная, что бабушки – это не по карману. Но это была Азия, в которой все очень похоже на Корею. Италия – это совсем другая история. Вдыхая свежий морской воздух, Те прикрыл глаза, подставляя лицо под лучи солнца и теплого ветра. На голову приземлилась шляпа, и он приоткрыл один глаз, глядя на Чунгука. «Обгоришь же!» – заботливо бурчит Гук. «О чем задумался?» «О том, что обязательно хочу вернуться сюда и отдохнуть полноценно!» Под крики неугомонных чаек отвечает Те. Чунгук садится рядом и переплетает свои пальцы с Тихеновыми. «Один?» – чуть нервно уточняет он. «Нет!» – качает головой и улыбается. «Есть у меня один знакомый ювелир?» – тянет он. И Чунгук тут же успокаивается, убеждаясь, что их мечты и желания совпадают. «Мы обязательно вернемся, обещаю. Хочу показать тебе весь мир, если позволишь. С удовольствием разделю с тобой все радости путешествий и наберусь впечатлений. Что бы было, что вспомнить старости?» Те кладет голову ему на плечо. «А ты хотел бы встретить со мной старость?» – вдруг спрашивает Гук, тут же ругая за излишнюю назойливость и спешку. Тихен молчит неприлично долго, отчего Чунгук начинает сомневаться. Слышал ли он вообще его вопрос? А может, к лучшему, если не расслышал? «Так далеко я еще не загадывал, Гук», – тихо говорит Те. Тихен до сих пор не может осознать все происходящее с ним. Тот факт, что еще подростком он понял в полной мере и принял то, что его нисколько не интересует девушке, не придал ему смелости при поиске партнера. И парочка неудачных свиданий с поцелуями – это весь скромный опыт, который у него имелся. Сакджин единственно знал о его ориентации и нисколько не осуждал. Брат был уникальным человеком, который мог успокоить одной фразой и развеселить своим заразительным смехом. В одном Те был уверен, Чунгук бы с ним точно подружился. Яхта пришвартовалась к пристани, и Чунгук с Юнги ушли встретить Намджуна, потому что он где-то заблутал. Шампанское приятно расслабило тело и добавило смелости. Тихен решил воспользоваться моментом, пока они с хобби наедине. Он прилег на лежак, глядя на бледно-розовые волосы дизайнера. Он был очень красив, даже с похмелья. — Хобби Хённ, — неуверенно начал Те. — М-м-м, — Хасок Эниву повернул голову. — Скажи честно, вот ты и крутишься во всей этой фэшн-индустрии. Я вижу вокруг тебя много красивых парней и моделей, но не могу понять, какой ты ориентацией, — выпаливает он. От неожиданности Хобби даже садится и смотрит внимательно на Ви. — И давно тебя это гложет? — отвечает вопросом на вопрос. — Что именно? — не понимает Тихен. — Да все это хрень с ориентациями. — Но если я лезу куда не надо, можешь не отвечать. Тут же дает задний ход. — Да при чем тут это? — берет бокал и допивает остатки шампанского, подзывая стюарда, чтобы обновил. — Я не делю людей по половым признакам и тебе не советую. — Если мне кто-то нравится, значит, я делаю все возможное, чтобы заполучить это. — Были и парни, и девушки, но пока ничего серьезного. Я слишком придирчив, наверное, — добавляет Хобби. — Ну, а мы с Чунгуком теперь как бы вместе, — тихо сообщает Тихен. — Да это сложно было не заметить, судя по вашим физиономиям, — хохочет он. — Но я рад, честно. — У меня ноль опыта в этом деле, — вздыхает Т. — Ну все когда-то начинали. Не ссы, кину тебе несколько познавательных ссылок, изучишь на досуге, — Хобби подмигивает. Стюарт приносит поднос с бокалами и блюда с большими устрицами на льду. — Мерси-боку, зайчик! Хобби шлет парню воздушный поцелуй и берет дольку лимона, выдавливая сок на устричную мякоть. Складывает губы уточкой и втягивает в себя содержимое раковины. — Просто белиссимо! Тихен смеется, глядя на Хосока. — Да как ты их ешь? — его передергивает. — А ты ни разу не пробовал? — удивляется Хобби. — Ну как ты не доводилась? — ты мотает головой. — Так, иди сюда! Он берет створку одной рукой, а второй приподнимает Тихенов подбородок. — Всасывай и глотай, а потом запей шампунсиком, — наставляет дизайнер. — Твое «всасывай и глотай» после нашего разговора звучит очень красноречиво, — хохочет Ви вместе с Хосоком на пару. — Ты обязан попробовать! Нет ничего круче, это же мощнейший афродизиак! — уговаривает он. — Мой афродизиак Чунгук! — мотает головой Тихен. — Ну тогда там всасывай и глотай! — машет на него обреченно рукой и демонстративно отворачивается. — Черт, ну ладно, не туйся, Хобби уговорил! — Тихен послушно следует инструкции. — Ну? — дизайнер в ожидании реакции. — Вкусно? — Необычно. — Как море! — смеется Тихен. — Вот точно! Идеальное сравнение! — Хосок щелкает пальцами. На палубе слышатся голоса, и вскоре появляются Чунгук, Юнгей и Намджун. Тэ с Хобби встают, чтобы поприветствовать гостя. — Чон Хосок! Поздравляю с дебютом! Ваша коллекция просто потрясающая! Жаль, не смог попасть на сам показ из-за выступления, но с удовольствием смотрел его в записи, — говорит рэпер, пожимая руку Хобби. Тот счастливо улыбается и кивает, изучая высокого парня. Потом Намджун переводит взгляд на Тихена и несколько раз скользит по нему сверху вниз. — Мое почтение, Ви! — он кланяется. — Ваш выход, особенно финальный, просто поразил меня в самое сердце. Вы прирожденная модель! — распинается в комплиментах. — Тихену неловко все это слушать. Его взгляд падает на Чунгука, который нервно кусает губы, явно ревнуя. Его взгляд темнеет и сверлит спину Намджуна. — Благодарю вас, — скромно говорит он. — А мы тут устрицами балуемся, — выдает Хобби. — Даже Ви оценил. — Вообще уже готов ужин, так что мы можем пройти к столу, — говорит Чунгук. Корейцы очень привязаны к национальным блюдам, и эта компания на яхте не была исключением. После вчерашней просьбы Тихена отверить рамена у Чунгука не возникло сомнений, какую кухню выбрать для сегодняшнего вечера. — Чунгука? — Хасок хлопает в ладоши. — Ты просто волшебник! Компания рассаживается по местам и принимается за угощение. Они оживленно болтают на разные темы, и даже немногоословные юнги позволяют себе выпить и расслабиться наконец. На яхте уж точно Ви ничего не угрожает. Хобби просит сделать музыку громче, когда они слышат один из хитов Арэм, и пускаются в пляс, вытягивая за собой Тихена. Он опирается на ограждение, опасаясь перенести весь свой вес на больную ногу, но старается не отставать от Хасока. — Присоединяйтесь! — он машет остальным, двигаясь в такт музыки. Чунгук с довольным лицом наблюдает за Тей и замечает, что Намджун тоже не сводит глаз с красноволосого красавчика. Укол ревности неприятно жалит в область груди. То, с каким упоением Тихен подпевает, говорит о его интересе к данному исполнителю. А вдруг он ему нравится не только как известный рэпер. — Даже не думай! — медленно говорит Чунгук, глядя на друга. — Ты о чем? — тот удивленно округляет глаза. — Он мой! — немного резко заявляет Гук. — Вот как? И давно? — Намджун усмехается. — А это имеет какое-то значение? Чунгук начинает жалеть, что пригласил его сюда. — Пока не знаю, — задумчиво отвечает рэпер и встает со своего места, отходит в сторону и прикуривает сигарету. — Чунгуку хочется заявить о своих правах на Тихена здесь и сейчас, пометить территорию, набить в конце концов морду. Но он боится напугать Те, пугается собственной ревности, которая забурлила, как вулкан, готовая низвергнуться на всех, уничтожая все на своем пути. Чунгук не причислял себя к ревнивцам, и даже когда Ильон ему изменил, то психовал гораздо меньше, чем сейчас. Он всегда считал, что влюбляться опасно. Это делает тебя беззащитным, обнажая самые уязвимые места. Куда лучше окунаться в чувства и страсть, как под контрастный душ. Дозировано и разумно. Но все, что связано с Ким Тихеном, никак не вяжется с разумным и самоконтролем. Он как лакомый десерт, отведав который, уже не можешь остановиться. Но наученный горьким опытом, с первым поцелуем, Чунгук теперь очень осторожен в своих проявлениях. Десять раз подумай, прежде чем что-то сделать. Те замечает его нахмуренный взгляд и направляется к нему. — А что случилось? — наглонившись к уху, спрашивает он. — Как твоя нога? — спрашивает Гук, стараясь не думать о словах нам Джуна и не показывать свою нервозность. — Немного ноет, но и терпимо, прикрывая рот ладонью, зевает. — Устал? — Есть немного, но меня больше от шампанского разморила, поэтому я, наверное, пойду в свою каюту. — Хорошо, Те, я тебя провожу. Чунгук порывается встать. — Не вздумай, я же не принцесса какая-нибудь, смеется Те. Гук расстроенно смотрит на Техена, который прощается с остальными и удаляется вниз по ступенькам. Без него сразу как-то пусто и неинтересно, но Чунгук не может просто взять и последовать за ним. Да и Те ясно дал понять, что ночевать будет один. Приняв душ, Чунгук лежит на кровати, которая занимает почти всю каюту. Отделка из красного дерева контрастирует со стеной из имитации кирпичной кладки, где расположен небольшой комод и зеркало. Он просматривает Инстаграм Те, ставит реакцию на фото с устрицами с надписью «Вкусное море» и вздрагивает от неожиданного стука. Первая мысль, что это Намджун пришел на разговор, но, когда открывает дверь, он видит любимую красную макушку. Техен поднимает глаза, глядя на него как-то уж слишком застенчиво, и поджимает губы. — Мне не спится, — медленно говорит он, — в одиночестве. Гук расплывается в счастливой улыбке, пропуская его внутрь, прикрывает дверь и щелкает замком для надежности. Протягивает руку, касая щеки тыльной стороной пальцев. Те тут же прикрывает глаза, лнет, наслаждаясь прикосновениями и получая, наконец, долгожданную дозу дофамина. Чунгук встречается с его губами. Он весь день терпеливо ждал, когда же сможет прикоснуться к нему и уже не надеялся на такой исход вечера. В его действиях все меньше нежности, но больше страсти и власти. Чунгук наслаждается каждым ответным движением, усиливая напор. Он прижимает тахена к стене, прерывая поцелуй, чтобы коснуться губами шеи, провести языком чуть ниже и услышать тихий протяжный стон, означающий, что он на верном пути. А сейчас, дорогие друзья, мне придется пропустить пару абзацев. Вы их можете пройти и прочитать по ссылке в описании, прочитать в оригинале. Это глава восьмая, совсем уже финал восьмой главы, потому что здесь есть контент, который YouTube не приветствует. А мы движемся дальше. Гук смотрит опьяненным взглядом и качает головой. «И кто там говорил, что у него совсем нет опыта?» – выдыхает он. «Я не волшебник. Я только учусь», – скромно отвечает Те, накрывая его губы своими. «И на сегодня это все, дорогие мои! Я знаю, что вы не любите эту фразу, когда я говорю на сегодня это все, но почти час озвучки сегодня я стараюсь для вас, чтобы вам было кайфово каждый день. Что касается этой главы? Ну, конечно же, нам очень радостно от того, что вигуки вместе, что, наконец, они признались друг другу, что не могут друг без друга. Ну, мне кажется, не все так просто. Смотрите, какой нам Джун, да, тоже положил глаз на Те. Кстати, устрицы я тоже ни разу не пробовала. Я не могу себя заставить попробовать устрицу. Кто пробовал, напишите в комментариях свои ощущения. Мне кажется, это… фу, не могу. Хотя я очень люблю морепродукты, но не устрицы. Я имею в виду свежие сырые. Так, ну а продолжение следует. Не забывайте, что вечером прямой эфир. Обязательно приходите. А с вами была Маруся. Мы совсем скоро встретимся. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok